Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, как математические законы работают в музыке. У нас в гостях Антон Низовцев. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, все ли процессы в нашей жизни можно описать языком математики? Ну, мне кажется, это не совсем с той стороны заданный вопрос, правильно? Давайте, корректируйте меня, я готов. Давайте разберемся, что такое математика. Мне кажется, что математика — это как язык программирования, как аппарат, только который создан не для компьютера, а который создан именно для того, чтобы описывать законы, которые есть в нашей Вселенной. Это и законы физики, и законы астрономии, законы экономики, уже другой науки, придуманной человечеством, законы медицины. И математика, она просто как описывает явление в какой-то более простой, более понятный для человека вид. То есть у нас есть биение сердца, например, у человека. Мы можем посмотреть функцию, как оно бьется, построить графики. Ну, вы делали, например, кардиограмму. Конечно. Там есть определенные графики, определенные функции, что-то такое. То есть более наглядный вид для человека. Поэтому математика, она, конечно, должна описывать все сферы, которые нас окружают. Получается, у нас не было варианта к математике прийти в какое-то время развития человечества, раз она описывает абсолютно все происходящее вокруг. Мне кажется, что да, что не было варианта. Она могла бы быть другая. Могли бы мы решать уравнение не с иксами, а с какими-то, не знаю, ошечками или ишечками. Я сейчас своим детям даю в уравнениях, например, «ы» букву. Почему не «ы»? Вместо «ы» и «ы» давайте твердый знак возьмем. Чтобы они понимали, что абсолютно любой символ, не обязательно даже букву существующую, мы можем поставить вместо чего-то. Я думаю, что да, не было варианта. Насколько я понимаю, сегодня какие-то физические явления, процессы, какие-то новые открытия, их описывают часто законы математики, математически как-то их находят, а затем уже доказывают опытами. Это правда? Ну, давайте вспомним про знаменитое открытие на кончике пера Нептуна. Это было, по-моему, в самой середине XIX века, 1846 или 1856 год, в Галле, по-моему, астроном в Германии. Он вначале рассчитал то, что благодаря законам физики, законы физики написаны языком математики, то, что у нас отклонения происходят гравитационные у планет, и, значит, должна быть еще какая-то одна планета, которая пока что не существует. Нептун находится очень далеко, и его теми средствами, которые были доступны в середине XIX века, просто невозможно было наблюдать. И вначале он доказал, что существует там планета, описал ее примерные характеристики, описал ее примерно орбиту, а уже потом, наверное, в XX веке, я точно не помню, действительно подтвердили, что Нептун существует. Таких открытий много, не только в астрономии. Если проводить пример после XIX века. Ну, вначале предсказывали, как будут работать примерно нейросети, а сейчас мы видим последние несколько лет, буквально уже в потребительском секторе бум вот этого всего, и видим, как они работают хорошо. Ну вот, если переходить все-таки к музыке, такая непростая тема, мы за рамкой эфира выяснили, что у нас одинаково в шестом классе музыкальной школы, мы с ней распрощались. Закончилось. Да, закончилось, погоду не дотянули. С математикой у вас сложилось лучше, чем у меня. Математика — это то, что мы изучаем, потому что не изучив какие-то азы, числа и так далее, невозможно владеть математикой. А музыка, мне кажется, противоположная история. Ты можешь ее абсолютно не изучать, но при этом какой-то гений, сев просто за инструмент, может что-то наиграть, сыграть. Да, он не запишет это, соответственно, может быть, нотами. Правильная нотация, да? Да, но тем не менее, это что-то абсолютно противоположное или нет? С моей точки зрения, нет. Мне кажется, что правило 10 тысяч часов, оно работает везде, и в любой сфере, если ты хочешь стать профессионалом, ты должен много времени этому посвящать, много времени изучать какую-то дисциплину, какую-то науку. Так же и в музыке. Все мы знаем истории про Моцарта, которого с трех лет отец заставлял по 10 часов в день играть на фортепиано, и потом он стал таким талантливым композитором. Вы, наверное, имеете в виду то, что можно не... Я думаю, то есть нельзя стать хорошим композитором, нельзя придумывать действительно хорошие песни в любом жанре, если ты не потратил на это очень много времени. И когда тратишь на это много времени, ты уже волей-неволей изучаешь какие-то принципы. Ведь если ты 10 часов потратишь, даже у тебя не будет каких-то способностей и на математику, будешь постоянно чисто складывать, умножать, еще что-то, то, наверное, ты и в этом продвинешься хорошо. Просто так меньше народу делают. Без изучения конкретной теории музыки, если ты 10 тысяч часов тратишь, ну, я 10 тысяч часов говорю условно, какой-то гигантский... Ну, да. ...гигантский отрезок своей жизни, гигантские затраты труда, то ты постепенно и сможешь, собственно, реализовывать эти правила, может быть, даже при том, что ты не все из них знаешь. Вы, наверное, имеете в виду другой вопрос, то, что можно, например, вообще не изучать музыку, но при этом там хорошо петь или хорошо чувствовать ритм или что-то такое. Ну, на барабанах можно учиться играть, наверное, не изучая этого где-то... Ну, все равно потратив время бэнда большое на барабан, не изучая теорию, да. В этом плане да, что можно действительно не знать каких-то... Ни нотаций, наверное, даже можно не знать, хотя я таких примеров не слышал, ни, значит, теории музыки действительно не знать, но при этом быть генетически, наверное, одаренным, иметь там абсолютный слух и так далее. И по этому поводу сейчас вот я смотрел статьи, и это очень дискуссионный вопрос, так ли это на самом деле или нет. Генетическая штука, например, абсолютный слух. Я помню, когда я в пять лет впервые пришел в музыкальную школу, нас прохлопывали, вас, наверное, тоже, да, прохлопывали? Я не помню, у меня уже чаще докторов прохлопывают. К сожалению, та же история. Ну, то есть дети поступают в музыкальную школу, совершенно еще маленькие, пять лет ты вообще ничего не понимаешь, еще некоторые говорят плохо, и им, соответственно, какой-то ритм задают хлопками. Надо повторить, да, и надо это повторить. Некоторые повторяют, некоторые не повторяют. Откуда это берется, это дискуссионный вопрос сейчас. То есть генетически ли это есть у одних детей, у одних людей предрасположенность к этому, или все равно какие-то факторы внешние влияют на это развитие? Мне кажется, что действительно, да, у нас есть у различных людей предрасположенности к разным наукам. У кого-то предрасположенности больше у ребенка, даже если он не изучал математику к логическим каким-то вычислениям большим или к решению логических задач, а у кого-то может быть больше предрасположенности к музыке. Ну, это мое личное мнение. Так что в музыке, наверное, в отличие от математики, где-то если ты не изучаешь теоремы, не изучаешь опыт, багаж предыдущих поколений, ты ничего нового там не откроешь, наверное, действительно, в музыке можно не знать какой-то глубокой глубинной теории, но можно быть талантливым исполнителем. Но я не верю, что можно быть талантливым композитором, потому что, мне кажется, гораздо сложнее. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Согласен сочинять сложнее, наверное, чем просто играть. Ну вот, например, композитор, он абсолютно не изучал математику. Да, он вообще не знает, что это такое. 2 плюс 2, он складывать не умеет, ну, например. Но при этом он чувствует ритм, он знает, что такое пропорции, сильная, слабая доля. Получается, эти все ощущения, эти чувства, это нечто врожденное у него, то есть он этими законами обладает как от природы. Ну, вот давайте примем то, что у него есть, например, абсолютный слух у этого композитора, то есть он хорошо различает там тона, полтона, там что-то такое. Что такое вот слух вообще? Мы, это наше чувство, где мы воспринимаем какие-то звуки. Что такое звуки? Звуки – это колебания. Колебания – это волны. И, ну, если мы обратимся к физике, волна, да, а давайте даже к математике сразу обратимся, ее можно описать такой функцией, типа как синусоида, к синусоиду, ну, представляет себе волна, да, вот идет. И я хочу вернуться к тому, как мы говорили про математику, что математика, она изначально строится человечеством так, что она просто описывает все, что происходит вокруг нас. И вот математика уже так построена, не специально, это никогда ее придумали, не думали о том, что как музыка будет ложиться там, я думаю, не думали. Вот. Но она уже так построена, что, значит, вот, если эти волны определенным образом друг с другом совпадают, ну, например, если у них отличается там период в какое-то целое количество раз, ну, представляете, одна волна вот такая вот, значит, там, с большой частотой идет, а другая с частотой в два раза больше еще. И у них в каких-то определенных точках они синхронизируются, совпадают, пересекаются эти графики математические. То, когда эти волны определенным образом синхронизируются, что подчиняется законам математики, это воспринимается человеческим ухом любым, не только там с абсолютным слухом, не только композитора, как гармония, как что-то приятное, как что-то близкое нам. Вот. Поэтому композитор, когда он не знает математики, но у него хороший слух, он чувствует вот эти вот волны, он чувствует, как построить, образно говоря, там, звуки так, чтобы они синхронизировались там в определенный консонанс, или что-то такое вот, какую-то приятную штуку, то он, сам того не зная, использует математику, но при этом он не рисует эти графики, но ее использует. А можно вот нотную грамоту, запись любого произведения в нотах как-то разложить вот на эти частоты и понять вот по ним, да, изучив, например, эти волны, какие-то их пересечения, там, хорошее произведение, или плохое, но в плане гармонии, да, не то, что там зайдет он или не зайдет аудитории. Ну, это тоже, опять же, дискуссионный вопрос, что значит хорошее, что значит плохое произведение. Безусловно, сейчас уже там начинают нейросети писать музыку и изучаются, и в теории музыки, в обычной, вот, когда мы с вами учились в музыкальной школе, там именно с математической точки зрения изучаются, как правильно выстроить, какие должны быть отношения частот друг к другу, да, там, помните такие штуки, там, типа октава, два к одному, вот, это значит... Октава помню, да. Вот, октава, круто. Я тоже последнее, что я помню. Слово помню, да. Да, это два к одному, это что значит, что длина волны одной ноты, она, очень упрощенно говоря, в два раза выше, чем длина волны другой ноты. Два к одному, и получается вот эти, вот эти две ноты, они звучат гармонично для... Ну, это будет, на самом деле, если октава, то это будет до и верхняя до, то они будут гармонично звучать для человеческого уха. Много же ничего звучит гармонично, не только октава. То есть, получается, не только вот это пересечение частот звучат хорошо. Ну, это еще Пифагор разрешал, что действительно там, ну, я не говорю, что только пересечения, там очень сложные функции у них, эти волны, они синхронизируются не только, если одна в два раза шире другой, они синхронизируются, например, если одна в четыре третьих раза шире другой. Это, по-моему, это будет уже терция, да, квинта, по-моему, там в пять шестых. То есть, там их очень много есть различных вариаций. Но классические такие вот отношения, которые используются вообще в 99% музыки, это в основном отношения вот таких вот небольших чисел к друг другу. Условно говоря, четыре к трем, два к одному, три к двум. И их очень такое ограниченное число. И в основном они используются, и вот так получается, что это волны синхронизируются там определенным образом, и человеческое ухо воспринимает, мозг наш воспринимает, это приятно, это прикольно. Вот. А если по-другому, то это не так прикольно. А мне интересно, как вообще решили, ну, проверить вот эти вот частоты, эти волны, потому что, ну, если я понимаю какое-то развитие музыкальных инструментов, ну, люди почему-то там били палкой, да, потом, соответственно, не знаю, какая-то струна появилась, да, люди начали играть на каком-то струнном инструменте, духовые инструменты появились. Но когда математики влезли, музыкальное дело искали браться, ну, здесь так звучит, потому что какое-то сочетание иксов, вот, равное, неравное каким-то частям. Ну, мы, я не знаю ответа на этот вопрос, но мне кажется, что науку и математику в частности двигает лень, и поэтому мне кажется, что это был какой-то композитор, который хорошо разбирался в математике, а не наоборот математик, который разбирался в музыке. И он подумал, что вот сейчас я смогу какую-то, наверное, формулу открыть, и вот у меня будет там 10, я сонетов в день смогу писать красивых, если я вот пойму эти законы. Наверное, такая была мотивация. Потому что мы очень часто видим в развитии науки то, что человеку что-то было делать просто лень, и он хотел упростить себе жизнь, и для этого ему пришлось какое-то там одно открытие совершить, а жизнь упростила всему человечеству на тысячи лет. Наверное, так же было и здесь. Ну, все-таки, если говорить про искусство, коим, безусловно, музыка является, можно предположить о законах математики, например, в живописи, потому что это какие-то золотые сечения, геометрические пропорции, это что-то имеет общее, то, что тоже геометрия, все эти рисунки. А вот математика и музыка, что казалось бы общего у этих двух абсолютно разных дисциплин? Даже говорят, вот физики и лирики, это же абсолютно разные люди. Ну, я не уверен в том, что это разные люди, то есть они, по крайней мере, раньше считалось, что плохо быть только физиком или только лириком, надо и в каких-то точных науках разбираться, и в гуманитарных науках. Это сейчас у нас какая-то странная есть тенденция к тому, что там слово гуманитария имеет отрицательную комонотацию. Я тоже склонен считать, что мы должны разбираться и в каких-то искусствах по возможности, и в каких-то точных науках так хорошо быть, таким универсальным воином, грубо говоря. Но мне кажется, то, что поиск прекрасного движет людьми, и он движет ими как в математике, так и в искусстве. Ну, а можно тогда математику назвать, исходя из этих выводов, некой универсальной наукой, которая проходит вообще через все, не только через математику, физику, что логично, и вот добирается до музыки. Вы спрашиваете у математика. И поэтому я, мое мнение будет субъективным, но я отвечу, что да, я считаю, что математика это супер универсальная наука, которая может пронизывать все сферы нашей жизни. Было бы желание это изучить. А почему тогда вот в условной музыкальной школе ни одного слова про математику не говорится, если такая большая связь математики с музыкой? Ну, потому что в музыкальной школе, когда начинают дети изучать сольфеджио, еще в том возрасте, когда по нашей школьной программе они не обладают достаточными знаниями математической нотации, достаточными математическими знаниями, чтобы нормальным математическим языком все это записывать. То же самое сольфеджио можно чистой математикой изображать, но оно там своими чуть-чуть подстроенными под музыку принципами и все это изображается, все это исследуется, но на самом деле это та же самая математика. И я четко помню, что вот у меня, например, на самом деле по сольфеджио было очень хорошо, хотя мне оно не нравилось, я просто вообще в ужасе сидел, плакал, не хотел его учить. Было очень хорошо. У меня был математический склад ума, все хорошо, там давались мне олимпиады и так далее, и мне это очень сильно помогало. Но на самом деле там та же самая математика, я не знаю, почему она, может быть, культурно так случилось, то, что она выглядит по-другому, но внутри, в ядре, она точно такая же. Я склонен считать, что сейчас это потому, что ее раньше дети начинают изучать, чем нормальную математику в школе. То есть получается, если условный ребенок пойдет в музыкальную школу и начнет изучать сольфеджио, то ему легче потом будет за школьной скамьей, за партой к математике подходить. Есть какая-то в этом взаимосвязь? На самом деле были исследования, про них читал, то, что дети, которые хорошие результаты по сольфеджио имеют, 73% этих детей показывают выше результаты тем те дети, которые плохие результаты имеют по сольфеджио. Но тут возникает несколько вопросов сразу. Во-первых, что первее, курица или яйцо? Это математические способности помогают сольфеджио в понимании теории музыки или наоборот? Мне кажется, что математические способности, то есть общий какой-то структурный склад ума, который позволяет компьютеру, нашему мозгу совершать какие-то вычисления. А второй вопрос в том, что, может быть, я всегда на такие исследования смотрю скептически, потому что, а может быть, просто те дети, кого заставляют хорошо учиться, родители на сольфеджио, может быть, их заставляют и хорошо потом учиться и на математике в школе, то есть, может быть, это зависит от каких-то внешних факторов. Но такие исследования есть, и в целом они подтверждают корреляцию успехов в изучении теории музыки у детей и успехов в точных науках в школе. А что еще, кроме музыки, вот так может развить точные науки, казалось бы, не имеющие отношения к этим наукам, но вот как музыка, да? Да мне кажется, много чего, читать много, потому что там нужна память, воспринимать много информации действительно, и когда мы просто читаем, то это уже доказано, что мы задействуем такие отделы мозга, которые практически при другом способе восприятия информации не задействуются. В целом, я даже не знаю, какие-то игры, где мы тоже запоминаем что-то, потому что математика это память, это как компьютер ты должен быть, у тебя должна быть оперативная память, у тебя должен быть процессор, ты должен решать какие-то интеллектуальные задачи, может быть, какие-то детские квизы, детские интеллектуальные викторины, это тоже помогает прокачивать мозг, грубо говоря. Что же необычно, чтение, казалось бы, если говорить про школу, два настолько разных предмета, что чтение помогает математике, вот, что сходу вот так вот со стороны кажется нет, настолько все разное. Ну, вот, я конкретно в школе преподаю математику, да, и я, наверное, не встречал ребенка, который действительно сильно развивается по траектории там какой-то олимпиадной математики, сложной, и при этом он плохо или не бегло там читает, вот, и плохо воспринимает информацию, в основном это как бы все вместе происходит, и он может воспринимать информацию большими объемами. Возвращаясь к музыке, Пифагор, как-то про него что-то, мы обмолвились, да, есть информация, что он проводил эксперименты с монохордом, да, с таким музыкальным инструментом, если подробнее про это рассказать, что это за инструмент, потому что сейчас его, скажем так, в основных музыкальных инструментах нет, и что он изучал с ним? во-первых, не доказано, что точно это проводил Пифагор, но считается так, что Пифагор он основатель пифагорейской школы, и у него там был целый культ, и много было всяких последователей, так вот, один из этих последователей, я, к сожалению, точно не помню, как его зовут, Архей, как-то так, ну, неважно, который через 150 лет после Пифагора жил, вот у него есть достоверные записи о том, что Пифагор исследовал монохорд, это такая вот, грубо говоря, бревно, которому приделана струна, то есть, представьте себе как гитару или арфу с одной струной, вот, и он, Пифагор вообще очень сильно был зациклен на каких-то целых числах, вот, в своих там исследованиях математики, и он еще не знаю, что такое звук, что такое длина волны, что такое вот эти вот синусоиды там, да, графики, описывающие этот звук, он понял то, что если мы возьмем вот бревно, и там вот натянута струна, то можно как раз чувствовать, гармонично ли, воспринимается человеческим ухом, если мы зажмем, например, на одном монохорде зажмем струну там по центру, одна вторая будет, ну, понимаете, да, деление, а на другом там на там три вторых зажмем, ну, две третьих, то есть там, или что-то такое, и он вот исследовал именно вот эти вот отношения, небольших таких чисел, один, два, три, четыре, ну, не только в музыке это дело, а и в других своих исследованиях, как про него говорят его ученики, вот, и смотрел, что гармонично, где возникает у нас консонанс, а где возникает у нас диссонанс, и насколько я понимаю, насколько я помню, что он пришел как раз к тому, что вот такие вот, когда небольшие числа у нас отношения тройки к четверке, то ухо человеческое это хорошо воспринимает, а если у нас какие-то более большие отношения, там, 16-15 длина волны отличается, ну, и там, длина того отрезка, как струны, которые ты там зажал и дернул, бренькнул по ней, то ухо по-другому это воспринимают, как что-то инородное, вот. Если говорить про ноты, то какому, можно сказать, математическому правилу эти ноты подчиняются? Вот есть 7 нот, да, мы знаем, вот как их, не знаю, можно описать с помощью математики, то есть в чем их взаимосвязь, как это через математику выражается? Я постоянно говорю про длину волны, но вот из того, что я читал, про исследования, про звуки, про ноты, очень, вот если вы хотите какое-то одно правило, то чаще всего мне на ум приходит геометрическая прогрессия, геометрическая прогрессия это такой ряд чисел, где каждое последующее число оно в какое-то количество раз больше или меньше, чем предыдущее число, ну, например, степени двойки, там 2, 4, 8, 16, 32 и так далее, да, там 64, вот, это геометрическая прогрессия, и, соответственно, то, что я уже говорил про синхронность вот этих вот волн друг с другом, про синхронность тонов, там, одних с другими, то геометрическая прогрессия там постоянно используется и в формулах в этих статьях, если мы будем это все рассчитывать, но, как ни странно, мне еще на ум приходит геометрия, то есть, вот есть, все мы знаем, что в евкелидовой геометрии параллельные прямые, а в музыке есть параллельные тональности, ну, то есть, я уже плохо помню теорию музыки, как и вы, наверное, то есть, с нашего детства, но, грубо говоря, есть параллельные тональности, это когда, одни и те же звуки в них используются, но базовая нота, главная нота, с которой она начинается, она разная, например, там, до мажора, по-моему, ля минор, да, это я тоже помню, вы помните, да, это параллельные тональности, и там, грубо говоря, вот эти волны, волны, если мы посмотрим на звуки, они идут параллельно друг к другу, ну, вот, чем не математика здесь. Ну, да, а если говорить про такие понятия, как гармония, вот, и интервал, да, математическое понятие, гармония музыкальная, здесь какая прослеживается связь? Ну, я уже про гармонию говорил, то есть, я на самом деле не какой-то суперспециалист в теории музыки, а вот интервал, в математике, что такое интервал? В математике интервал, это, ну, собственно, какой-то промежуток без концов, в математике называют, то есть, я хочу, чтобы ко мне на день рождения пришло больше пяти людей, но меньше десяти людей, вот это интервал, от пяти до десяти, не включая, там, пять или десять. Ну, это какое-то определенное количество людей. Ну, то есть, если придет пять, вы расстроитесь, а если придет шесть, вы уже будете доволен, это войдет в наш вот этот интервал. Вот, в теории музыки тоже есть понятие интервалов, ну, то есть, называется именно вот отношение частот вот этих, интервал между двумя нотами, говорят, например, интервал между двумя нотами пять к четырем. Насколько я понимаю, это то, что длина волны у одной ноты как бы пять икс, а у другой ноты четыре икс. Вот это называется интервалом. А тогда, если вот люди эти закономерности находят в музыке математически, да, и пытаются их изучать, то логично, наверное, как-то их взломать, вот, чтобы в определенный момент написать, условно, великое произведение, да, или писать то, что будет только благозвучно, то, что будет, как-то нашему уху приятно и, соответственно, нам нравится. Ну, как я уже сказал, лично мое мнение, что так и пытались вот математику приложить к теории музыки, чтобы написать какие-то великие произведения и меньше своего труда или меньше своего таланта, возможно, на это затратить. То есть, один раз постараться, и потом у тебя будут постоянно великие произведения. Но, как мы видим, так не работает. Уже проработано компьютерными программами теория музыки, и там вычислены всякие алгоритмы, всякими вычислительными машинами еще там с 50-х годов 20-го века это начали делать. Но пока что, к счастью, великие произведения все равно пишут люди, потому что искусство, оно все-таки, математика может описать, да, какие-то базовые принципы, которые, если ты нарушишь, наверное, там это будет для большинства людей плохо звучать. Но, если ты их будешь соблюдать, по крайней мере, в той мере, в которой человечество сейчас это исследовало, не хватает одного соблюдения этих математических принципов, потому что ты должен понимать контекст эпохи, ты должен понимать запросы потребителей твоего искусства и так далее. Все-таки пока еще ты должен быть человеком. Может быть, в будущем такое и произойдет, что будут великие произведения. Я слышал два или три года назад про какого-то композитора американского, по-моему, который говорил, что я все уже понял, точно уже все принципы, я могу написать симфонию классическую, и она будет прямо великая, там все принципы будут использоваться. При этом он утверждал, что какую-то джазовую композицию или рок-композицию он не может написать, потому что там очень много принципов нарушается, очень много таких переменных характеристик, в отличие от классики, где какие-то более принципы точные. Он говорит, я скоро напишу симфонию, но я сейчас пытался перед передачей найти, написал ли он симфонию и не нашел, судя по всему. Раз мы с вами не знаем, отдача, наверное, не получилось. Поэтому тут много чего накладывается, кроме вот этих базовых принципов, того, чего ты должен учитывать, чтобы написать какое-то хорошее произведение. А может быть и удача тоже. Нет, мы знаем, что есть в истории композиторы, которые были слабослышащие, но при этом писали музыку. Получается, они играли то, что сами не слышат. Про Бетховена наверняка были еще какие-то, может быть, менее известные. Но может ли композитор или математика, не знаю, даже ни разу не играя ничего, написать что-то гармоничное, исходя из математических законов, на нотном листе, и потом это точно будет звучать. Ну вот сейчас уже компьютеры, когда генерируют музыку, буквально пару лет назад было какое-то исследование, что, в общем, взяли какие-то произведения Баха и загрузили в компьютер принципы там, да, я не знаю, это нейросеть была или не нейросеть, или просто с помощью компьютера. В общем, по-моему, с помощью нейросети какой-то создали такие же, ну, в том же стиле произведения совершенно не музыканты их создавали. Просто загрузили принципы и говорят, пожалуйста, нейросеть, создай нам что-то похожее. То есть создай как Бах, создай как Бах, да. И потом опросили, по-моему, там 10 или там 20 тысяч человек, давали им прослушивать настоящего Баха, давали прослушивать то, что компьютер, соответственно, придумал. Без участия музыкантов, я повторяю, это важно, потому что, если ты музыкант, ты можешь чуть-чуть подкрутить, поправить, да, это уже не будет считаться, что это совершенно там искусственно создана музыка. И это музыкальный тест тьюринга, по-моему, даже называлось. Знаете, да, когда надо отличить робота от неробота? Вот здесь надо было... Нет, нет. Ну, тест тьюринга это вообще, когда ты собеседуешься, вот вы со мной сейчас разговариваете, должны понять, там, андроид я или не андроид, ну, там, много всяких... Но андроидов просто нет таких, это легко понять. Ну, сейчас уже есть какие-нибудь нейросети, с которыми ты можешь беседовать, в принципе... А, но беседовать не видя. Не видя, не видя, и какое-то время не понимать, что это, да, там, не живой человек. Вот. И также вот здесь, это, по-моему, называлось музыкальный тест тьюринга, что ты должен был прослушать настоящего Баха, да, признанного гения, и музыку, созданную компьютером, и определить, что из них, что есть. И, ну, результаты исследования были таковы, что не смогло репрезентативное количество людей выявить, где Баха, а где просто машина создана совершенно без всяких композиторов. Так что ответ на ваш вопрос, я думаю, что да, уже сейчас можно вообще, вообще не имея даже слуха, но хорошо разобравшись в каких-то вводных, писать музыку, и она будет хорошая, красивая. Что это значит, что композиторам пора переучиваться, или все-таки... Слушайте, у меня вообще пессимистичный прогноз, если вы меня спросите, может быть, всем пора переучиваться, да? Прямо математикам. Математику пока нейросеть не умеет. Вот. Может быть, и ведущим, как вам, уже будет там скоро, да, роботы вести передачи, контент создавать какой-то или что-то такое. То есть мы не знаем, как это будет в будущем, разные могут быть развития этого. Но мне кажется, что человеческий труд, особенно качественный, он даже при развитии там искусственного интеллекта или компьютеров на очень высоком уровне, там, значительно превышающий человеческий, он все равно будет цениться. потому что, ну, не все хотят, не все хотят сейчас и кушать геномодифицированные яблоки, некоторые хотят настоящие. Вот, но там настоящий труд людей, я думаю, так же будет востребован, если он будет качественным. А при этом вы защищаете математику, но я сейчас думаю, что калькулятор, да, первый инструмент, который, казалось бы, может, ну, условно математика заменить, появился раньше всех нейросетей, которые вот заменят другие профессии. А он заменил много профессий. Я видел фотографию очень классную, когда был отдел, который рассчитывал материалы для Титаника. И этот отдел, он выглядел, меня он напугало. То есть, это как вот, не конструкторское бюро, а это сидят такие, в основном, женщины, и они, я забыл, как они называются, это профессия, ну, щитоводы, в общем, они просто вот читали все это ручками на бумагах. материалы, да, какие-то просчитывали? Материалы просчитывали, это огромное вычисление без компьютеров, огромное, то есть, это отдел, это выглядело, как такая гигантский зал, в котором там тысяча человек сидит. Вот они потеряли работу свою, то есть, эта профессия ушла, я даже не помню, как эта профессия называлась, которая вот просто, щитоводы будем называть их. Но они перифицировались, и, наверное, в каких-то других сферах деятельности они работают. Мне кажется, что вот это развитие технологического прогресса, оно ведет к экономическому росту и к тому, что люди просто занимаются более каким-то интересным другим трудом. если, например, развились мануфактуры какие-то, и теперь вот обувь делают на заводах, а были сапожники, и сапожник сидел, он думал, господи, сейчас вот все обувь будут получать с заводов. Но сейчас же есть хорошие сапожники, у которых покупают качественную обувь. Хорошо, смотрите, а может ли, например, есть математика, есть высшая математика, может быть, когда появится супервысшая математика, когда открываются какие-то там новые законы, я уже не знаю, насколько в математике это часто, а может ли прокаченное, скажем так, знание математики позволить композитору открыть какие-то новые звуки, новые созвучия, вот, скажем так, перейти на некий, другой уровень композиторства, то, что недоступно тем, кто вот знаком с Азами. Тоже дискуссионный вопрос. Некоторые говорят, что в музыке уже невозможно открыть ничего нового, потому что она там, как и математика, она тысячелетиями уже бок о бок с человеком, или возможно, но очень редко и очень что-то, но различные композиторы, они пытаются, да, различные музыканты, они пытаются какие-то новые веяния придумывать, там, всякие микротона, четверть тона, там, да, ну, то есть, условно говоря, разница между звуками, между нотами, они меньше, чем разница между тонами на соседних клавишах пианино делать, да, такие вот вещи, но какого-то широкого развития это не приносит уже. В будущем, почему нет? Мы ничего не можем отрицать, что случится, но я, как бы, вот не вижу, что сейчас можно математик, математику ты хорошо знаешь, совершенно новая музыка, уже просто, как бы, достаточно полная там множество музыки, которая есть сейчас. С музыкой, казалось бы, сложнее, чем с математикой, там всего 7 минут, в математике-то цифр значительно больше. Цифр в математике 10, так что значительно. Извините. Подловили, да, хорошо. А тогда что такое микрохроматика, да, и какое здесь пространство для экспериментов, ну, музыкантов, в том числе, существует? Ну, вот я как раз сейчас пытался сказать про микрохроматику, это один вот из этих, как бы, разделов, которые сейчас могут, зумеры открыли микрохроматику, то есть это, как раз когда разница между тонами, она очень мала, и даже не всегда это человеческое ухо напрямую воспринимает, то есть тебе вроде бы как две одинаковые ноты играют. То есть между до и ре еще какие-то ноты появляются? Да, с помощью компьютера тогда можно напихать там 10 нот, да, и некоторые там соседи даже не будут человеческое ухо воспринимать, но вроде как на уровне там подсознания, на уровне ощущений твоих, оно там должно это распознавать, и какие-то ты должен ощущения от этого получать. На самом деле, это очень давняя история микрохроматика, это еще использовалось в музыке там древней Индии, насколько я помню, во всяких восточных, в общем, таких вот народах, вот, и там были всякие такие понятия, там, шести на тон, что-то такое, там, одна шестая обычного нашего православного тона, вот, и сейчас вот с этим экспериментом тоже идут, но как-то вот вы знали вообще в своей жизни такое слово в микрохроматике? Я в детстве слышал, наверное, сейчас вот перед передачей заново узнал, то есть, ну, опять же, раз мы не видим пока результатов, наверное, пока не происходит. каких-то масштабных вещей в этом плане. Ну, просто к тому, что как давно были эти законы музыки, ну, они устоялись, да, и вот то, что тон, разница, вот, настолько клавиш на том же фортепиано, да, что между ними, казалось бы, ну, можно что-то втиснуть, да, но до сих пор этого нет. Устоялось это, на самом деле, вот, прям вот в нотной грамоте, во всем, я, насколько боюсь ошибиться, не так давно, вот, прям вот, что единая какая-то система в музыке стала там двенадцатиступенчатый строй, это, по-моему, двести пятьдесят лет назад уже, ну, тоже достаточно давно, но, в принципе, да, в рамках вот этого строя классического, большинство музыки, оно и идет на нашей планете, там, тысячи лет, но какие-то отклонения, как я уже говорил, там, на востоке, пытаются, и пытались, и раньше делать, но они не находят такой большой популярности. Вот, например, великих композиторов, того же Моцарта, да, вдоль и поперек уже математики все изучили, и наверняка можно было вычислить некую формулу, вот эту формулу Моцарта, и понять уже, исходя из этой формулы, да, там, об успешности и неуспешности его произведений, исходя из этой формулы, может быть, дать ее другому человеку, и он напишет в стиле Моцарта, или такой формулы не существует? Были серьезные математические исследования, скажу вам честно, я почитал даже про эту статью, как-то раз про поиски формулы Моцарта, и она настолько была сложена математически, я не понял ее не потому, что я плохо помню музыку, а потому, что мне не хватило своего уровня математики, но, насколько я понял, за всем вот этим, вот, за всей шелухой то, что там было написано, в итоге все-таки не нашли какой-то такой вот единый формулы, нашли какие-то принципы, то есть, есть почерк, да, у художника, есть почерк, то есть, если там посмотрим на картину Ван Гога, да, там он будет отличаться от каких-нибудь там импрессионистов, там, или экспрессионистов, там, моне-моне, вот, также и у композиторов, да, есть свой почерк, Рахманинова, можно, наверное, даже если ты не супер хорошо разбираешься в музыке, отличить от Моцарта, вот, и там, в целом, за этой статьей описаны были принципы, с точки зрения там глубокой высшей математики, которые там у Моцарта есть, повторения определенных тонов, через какое-то там промежутки, что-то такое, но какой-то вот единые формулы, я так понял, что так и не нашли. А, тогда вот, подделать, условно, так картину, и так и музыку, это вот, как раз история про то, что раскусить эту формулу, и тогда можно писать, вот, в похожем стиле? В похожем стиле можно писать, и как Моцарт можно писать, и делали это и современники даже, и последователи, и сейчас уже люди могут это сделать, и компьютеры тоже. Я уже говорил про Баха, что большинство народа не отличает. Вообще люди любят говорить о достижении некой гармонии, да, и если в нашем мире все так четко подчиняется пропорциям, то, может быть, можно как-то организовать нашу жизнь, исходя вот из математических законов, чтобы оно было попроще-то? Буквально недавно, как раз, по-моему, разговаривали в передаче «Физики и лирики» об этом, что есть современные исследования, где, ну, мы сейчас не про музыку говорим, а про нашу жизнь и математику, да, что есть современные исследования, где пытаются даже наше настроение, наше состояние психоэмоциональное запихнуть в какие-то, вот, если так можно сказать, математические алгоритмы. То есть мы смотрим, ну, там, строится там график, образно говоря, вашей жизни, вот, год, ваша жизнь, и вот у вас случаются там плохие какие-то события, да, которые понижают очень упрощенным... Ну, это прям вот и график идущий вниз. Да, прям график, да. У вас плохое событие случилось, а потом случилось хорошее событие, потом плохое, там, или 6 плохих подряд, 10 хороших подряд, да, вот, и там очень сложные математические модели, потому что у вас о каждом событии может быть еще разный коэффициент памяти. Одно плохое событие, вроде небольшое, случилось, не очень сильно повлияло на все, но оно, вы долго его помните, оно долго понижает вам настроение. И вот пытаются такие графики вывести, как, собственно, ваше психоэмоциональное состояние есть. И у людей, которые там имеют различные расстройства психики, у которых сильно психика скачет вверх, там, от какого-то состояния подъема, да, там, депрессивного состояния, я читал, что про это тоже есть очень серьезные математические исследования, как вот моделируется, что если вот такой вот, там, пик подъема состояния, будет вот такая, потом депрессия, может у человека развиться, или что-то такое. Ну, это все в качестве предсказания своего состояния, или мы можем как-то на это повлиять? Хочется же на это влиять с помощью всех этих формул, которые мы их вывели. Чтобы уже повлиять на нашу жизнь, тут уже одной математики мало, тут надо что-то делать со своей жизнью, наверное, создавать, наверное, можно изучить вот это, и благодаря тому, если ты лучше понимаешь, как это работает, ты можешь четче понять, что, какие события тебе могут приносить, например, больше положительных эмоций, какие из этих событий тебе, наверное, легче в своей жизни реализовать? Ну, например, там прогулка по парку, вот легко, а вот она тебе классно, положительный эмоций, ты сможешь, по графику это действительно работает. И ты можешь себя заставить там три раза в неделю ходить по парку, и, наверное, таким образом ты всю свою жизнь можешь изменить к лучшему. Ну, опять же, если я говорю про математику и про просчеты, то какие-то, ну, знаменитые, скажем так, успешные музыканты, вот у меня в примере есть Майкл Джексон, например, были исследованы их работы, их музыка, да их творчество с точки зрения математики, и опираясь вот на эти исследования, написать какой-то хит, который у них выстрелил, вот так, чтобы он выстрелил у тебя, возможно? Вот про Монстер, то мы говорили, это больше про симфонию, именно здесь говорить про популярную музыку. А что значит написать хит? Мне кажется, что да, возможно, просто тот человек, который пишет хиты, к сожалению, очень редко, он настолько глубоко занимается математикой, чтобы исследовать вот это вот все. То есть это все-таки в нашем мире, к сожалению, наверное, разного темперамента люди. И можно просто, один может интуитивно послушать того же там, не знаю, Цоя, и как-то перенять, может быть, у него какие-то принципы, задуматься над ними, и написать такой хит в том же ключе. А сейчас уже компьютеры пишут такие же песни, похожие песни, и могут их повторять. Так возможно. Здесь же еще, наверное, посыл артиста, его творческая жилка и какой-то маркетинг вокруг всего этого, потому что мало просто написать хорошую музыку, которая будет благозвучно цеплять, надо, чтобы она как-то до тебя донесалась. сложилась на какой-то контекст эпохи и так далее. Я думаю, что это тоже очень важно. И ты можешь даже, если сейчас, например, повторять, я не знаю, образного Высоцкого, признанного нашего классика уже, можно сказать, русской музыки, но вот просто повторять, какие-то чуть-чуть темы менять, наверное, уже и не так это зайдет существующему поколению, потому что уже другая эпоха, другой контекст и так далее. Мы говорим о том, что это разные люди, так, может быть, стоит в обучении, условно говоря, вы занимаетесь обучением математикой, почаще вас приглашать в музыкальные заведения, чтобы что-то все-таки мы взломали и было больше великих произведений. Математика же вообще, мне кажется, не изучается в творческих вузах. Ну, на очень, либо вообще не изучается, либо изучается на очень поверхностном уровне. Да, мы говорим о том, что это очень взаимосвязанные вещи. Ну, тут надо смотреть, сколько труда уходит у людей, потому что вот у меня, например, тетя, она закончила Гнесинку или какую-то консерваторию, я видел, что если бы я к ней пришел в какой-то момент и сказал, слушай, а давай математику еще поучим, я не думаю, что она была бы счастлива, потому что это огромная трудозатрата и так человек тратит на то, чтобы достичь какого-то уровня профессионализма в своем деле. А, так она наверняка и не понимала, что успех в сочинительстве, условно говоря, лежит в том числе в законах математики. Ну, надо, чтобы были написаны по этому поводу учебные пособия, чтобы они были не такие, как статьи, из которых я, как учитель математики, я ли, или могу разобраться, а чтобы кто-то это вот переложил так, чтобы можно было эту информацию употреблять, воспринимать, тогда, может быть, да, это бы помогло. Может, ваш ученый путь на ближайшие годы? Я педагог, и хотел бы развиваться как педагог, а не как ученый математик. В завершение нашей беседы, да, мы вроде говорили про музыку, да, но начинали с общих законов, что законы математики, они управляют нашу жизнь, описывают нашу жизнь, точнее, было бы неплохо их знать. Но все-таки можно ли сказать, что, например, вот дети, да, если вы учители, чаще с этим сталкиваетесь, там, знающие математику, или, например, знающие математику и знающие музыку, они умнее тех, кто в этой теме не разбирается, или это ум и знание предмета, они не совсем связаны? Ну, а вы как хотите, чтобы я ответил на этот вопрос? Если бы я действительно считал, что те, кто знает математику умнее, чем все остальные, я бы ответил, что я бы правду ответил. Мы не знаем, что такое ум, совершенно верно. То есть это непонятно. Мне кажется, что ум вообще это способность, да, там, человека реагировать на какие-то изменения в окружающей среде, как-то с выгодой для себя, там, или для его окружающих. Вот. И честно вам скажу, я от сердца отвечу, когда я пришел в школу учителем, только мне казалось, что дети, которые имеют математический склад, у меня учитель математики, я к ним буду не то, что лучше относиться, но буду как бы воспринимать их как более умных, чем тех, кто, например, хорошо очень играет на гитаре, но в математике ничего не понимает. Так стереотипно рассуждать. Вот я так рассуждал. Честно вам скажу, так рассуждал, когда только пришел в школу, там, 8 лет назад учителем. Но я увидел, что это не так, общаясь с этими детьми, вот, уже не как там с друзьями, когда я сам в детстве там общался с детьми, а как вот учитель, общаясь с ними, я понял, что даже с математикой, там, ни с шахматами, ни с математикой, ни с музыкой ум не коррелирует. И это, наверное, что-то более какое-то глубинное понятие, там, да, более философское такое. С математиком при этом, как мне кажется, с моей той субъективной точкой зрения, не очень умным человеком. Также можно быть очень-очень умным музыкантом или художником. И это понятие параллельное друг к другу. И мне очень грустно, что сейчас вот бывает такое, что некоторые там учителя или там люди воспринимают, если, например, твой предмет знают плохо, значит, ну, ты глупее нас или хуже нас там, да, в чем-то. Я думаю, что это не так. Хорошо. Спасибо большое за этот рассказ, за диалог. Тема непростая. Как-то пытались соединить две, мне кажется, абсолютно разные сферы, но вот нашли в них много общего. Спасибо. Спасибо вам.